Всем привет! Сегодня мы с вами разбираем покупки новой декоративной косметики в бюджетном сегменте. Будет все, начиная от тональной основы и заканчивая блеском для губ. Параллельно я буду делать очень простой макияж, чтобы вы видели это все на примерах. В меню у нас сегодня очень много косметики от Luxe Visage, Bourjois, Maybelline, Evelyn. В общем, будет интересно. Давайте уже начинать. А начинаем мы, конечно же, с тональной основы. И у меня в руках вот таких вот две. И обе я уже покупала. Luxe Visage. Моя любовь forever, потому что я ее очень люблю. Это CC крем в оттенке 02 Natural. Наносить можно как угодно. Я наношу пальцами, как будто обычный увлажняющий крем. И для сухой кожи это прям находка и must have, потому что она не подчеркивает шелушение. Кожу не нужно там супер как-то подготавливать. Она просто как будто напитывается кремом. И на поверхности появляется легенький намек на тоналочку. Наношу даже под глаза, потому что она не сушит, не скатывается и смотрится очень натурально. Люблю ее, всем советую. Пока недостатков я не вижу. Цена просто копеечки. CC крем от Lumine я наношу на вторую часть своего лица. Для того, чтобы увидеть разницу, она намного плотнее, она тяжелее, она быстрее застывает и как будто пудрируется. Вообще напоминает мне чем-то тот же CC крем от Luxe Visage, только с большим добавлением пудры в состав. Видите, покрытие получается более плотным, оно лучше перекрывает все недостатки. Она легкая и неощутимая, но ее видно. Честно говоря, по финишу я прям сильно большой разницы в них не вижу. А вот в цене я вижу. Это стоит гривен 300 с чем-то, вот это стоит 100 с чем-то. Дальше наношу, собственно, консилер. И наконец-то у меня руки дошли, и я себе купила вот этот вот Maybelline Eraser. Господи, мне кажется, он уже есть у всех, и я последний человек на планете, кто вообще его попробовал. Я слышала много отзывов как хороших, так и плохих. Я подозревала, что, скорее всего, мне он не подойдет, потому что у меня сухая кожа. Видите, он действительно светлый, плотный, он хорошо перекрывает все, но его заметно под глазами, если особенно переборщить и как следует не растушевать. Поэтому для сухой кожи наносим только после хорошего увлажняющего крема, либо патчей, либо тона. В целом, кроющий, светлый, плотный, стойкий и по цене довольно-таки доступный. Дальше я буду оформлять брови, и для этого я буду использовать не совсем новинку. Это уже моя вторая банка. Гель для бровей Luxe Visage в оттенке 02 Capuchino. Он такой, немножко коричнево-тепленький. Подойдет блондинкам, наверное, больше русым, каштановым, наверное, даже. Убираю лишнее с кисточки, потому что на нее хватается прям очень много геля. Так, я тут немножечко промазала, как видите. Выглядит довольно натурально. Они просто получаются как будто ухоженными и расчесанными, но не прилизанными. В общем, советую, нравится, покупаю и вам рекомендую. Дальше опять Luxe Visage у меня сейчас будет на глазах. Это их новинка. Боже мой, наконец-то я к ним добралась. Это матовые тени. Стоят, по-моему, по 81 гривне всего лишь. В общем, это с категории «Дайте пучок». Я взяла два самых светлых оттенка. 101 кремовый беж и 102 пыльная роза. Изначально была идея заменить колор-тату, потому что я от них как-то морально устала. Первым наношу розовый оттенок. Он мне нравится больше. Как видите, они очень жидкие, и это дает вам время потщательнее их растушевать. На такую базу хорошо ложатся и рассыпчатые тени. Она стойкая, просто идеально выравнивает цвет века. На другое веко я наношу самый вот этот светлый оттенок. Честно, он мне не очень понравился. Такое чувство, что это какая-то тональная основа. То ли консилер, и как-то она прям очень подсушивает, то ли у меня это просто подчеркивает какие-то неровности, шелушения. В целом, качеством я довольна. За такую цену, господи, это просто гениально. Берите розовый 102, точно не прогадаете. Я уверена, что он подойдет всем, как минимум, как база под макияж. Дальше я прорабатываю межресничную зону с помощью вот таких вот теней от Luxe Visage. Опять-таки, это палетка Glam Look. Моя очень старая палетка, это далеко не новинка. Просто беру коричневый оттенок и немножечко прохожусь между ресницами. Тут мне резко захотелось бахнуть чего-то яркого. И я решила взять, попробовать подводки. Наконец-то у меня к ним дошли руки. Это подводки водостойкие для занятий спортом, даже так, от Faberlic. У меня два оттенка, вот такой серый графитовый и голубой, такой аквацвет. Я, конечно же, психанула и взяла голубой цвет. Очень хорошо наносится, классный такой металлик финиш получается. Яркие, классные, кисточка суперудобная. Можно нарисовать прям тоненькую линию. В один миллиметрик. Не знаю, насколько быстро они засохнут, но в целом мне они очень понравились. И, конечно же, тут без туши не обойтись. Поэтому беру свою любимую от Vivienne Sabo Cabaret Premier. Господи, это моя, наверное, восьмая банка. Боже, как я люблю эту тушь. Она прям гениальная. Но сегодня что-то пошло не то. Я вам откровенно признаюсь, потому что мои ресницы вышли из чата явно и не хотели ложиться, как им нужно, а торчали во все стороны. В общем, сегодня у них был явно какой-то протест. В целом рекомендую. Классная тушь. Прям must have. С макияжем глаз закончили. И мне захотелось немножко добавить контура. Лицо даже не контура, а легкого загара. Потому что я возьму вот такой вот бронзер от Evelyn. Тоже не моя новинка. Но я что-то по нему соскучилась. И действительно, он так приятно освежает лицо. Делает его более оформленным. И такое чувство, что вы вот буквально вчера полежали на солнышко так несколько часов. В принципе, я им довольна. Конечно же, если не переборщить с количеством. Нужно прям совсем чуть-чуть. На щечки я нанесу новинку. Это Bourjois номер 34. Их знаменитые тени, которые, мне кажется, были у всех. Я еще их помню, когда их моя мама покупала. Я вот открыла коробочку, сразу же услышала этот запах. Меня прям перенесло как-то так в детство. Внутри вас ждет вот такая вот кисточка, которую можно сразу выбросить. Она хоть с натурального ворса, но она царапает кожу, раздражает ее. И раздражает всех вокруг. В общем, выбрасывайте. Абсолютно ненужная вещь. Сами тени на вид очень красивые. Они золотым шиммером. Единственное, практически всех смущает их отдушка. Она действительно, ну скажем, специфическая. Некоторым это напоминает бабушкины какие-то духи. Мне не напоминает. У меня это явно ностальгия. Почему-то они набираются на кисть очень слабо. И, как видите, я очень много макаю в продукт, чтобы хоть что-то перенеслось. Если наносить пальцами, получается пятно. В общем, как будто я проснулась и где-то залежала себе какой-то синячок. Поэтому кистью лучше это все потихонечку наслаивать. В целом, ожидала от них немножко большего. Раньше они мне очень нравились, когда они были у моей мамы. Мне кажется, у них какая-то уж слабая пигментация стала. Не знаю, возможно, это мне так кажется. И, наконец-то, мы переходим к губам. Я возьму не совсем свою новинку, но бюджетную находку. Это точно. Карандашик от Эболин в оттенке 18 Light Plump. Очень люблю его. И он даже самостоятельно на губах смотрится просто шикарно. И даже если не использовать блески и помады, он довольно стойкий. Универсальный цвет, который, я уверена, подойдет всем. Стоит, как всегда, какие-то копейки. Но я все-таки решила добавить немножко объема губам и нанести мою новинку лично, которая уже у всех точно была. И все ее перепробовали и запробовали. Одна я, как всегда, бегу где-то в конце поезда. В общем, это NYX Butter Gloss в оттенке 07 Tiramisu. Один из самых их продаваемых оттенков, который тоже подходит всем. Очень приятный, нелипкий блеск. И сейчас это моя любимка, постоянно мне находятся в сумочке. Под любое настроение и под любой макияж точно подойдет. Для тех, кто ищет более такой прозрачный, натуральный финиш, советую вот такой вот Lifter Gloss от Maybelline. У меня оттенок Ice. Очень классный, очень приятный, вкусный, сладкий. Губы делает больше. В общем, рекомендую. И давайте финалочку, что вам точно могу посоветовать. Это, конечно же, косметика от Luxe Visage. Обязательно пробуйте их матовые тени. Это просто супер. Несмотря на то, что упаковка похожа на блески для губ, и текстура слегка похожа на матовые помады, но это тени. И они классные. Обязательно присмотритесь к кейли для бровей. Просто супер. Тушь без лишних слов. Вы знаете, о чем я говорю сейчас. И для сухой кожи на каждый день прям CC-крем рекомендую. Мне прям очень зашел. В общем, Luxe Visage сегодня явно в ударе. Я тут для себя на сайтах косметики нашла раздел с пробниками. Это такие миниатюры. В частности, это Armani Gold. Luminous Silk Foundation. Самая, мне кажется, часто звучащая с уст блогеров тоналка. Я хочу пробовать. На этом все. Буду заканчивать. Надеюсь, это видео было вам полезным. Делитесь своими бюджетными покупками у меня в комментариях. Я обязательно к ним присмотрюсь и что-то себе возьму на следующий раз. Вам огромное спасибо за внимание. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok